здравствуйте дорогие друзья с вами лотникова екатерина и сегодня я вам расскажу свое видение того как можно легко сделать 100 бонус баллов новички наверное скажут 100 бонус баллов боже мой какой огромный заказ те кто не первый месяц в компании скажут 100 бонус баллов легко ну наверное это видео больше будет адресовано тем для кого 100 бонус баллов это слегка угрожающая сумма и так давайте с вами начнем и начнем мы прежде всего с этого прекрасного изображения нашей косметички если девочки косметичка ваша выглядит меньше значит вы себя видимо мало любите любите себя больше но любя себя нужно помнить о том что мы сюда пришли деньги зарабатывать и поэтому я вам сейчас расскажу некоторые правила которые вам позволят легко делать 100 бонус баллов первое правило потихонечку постепенно переходите полностью на продукцию oriflame я не буду вам сейчас говорить о том какая замечательная продукция потому что вы это без меня знаете я не буду говорить о том что даже если есть продукция которая равнозначная по качеству то за пользование продукции компании oriflame вам будут платить деньги а за то что вы приобретаете продукцию не компания oriflame вам никто денег никогда не заплатит поэтому если вы еще не влюблены во всю продукцию в нашем каталоге значит просто подумайте как бы включите мозг и подумайте за какое за пользование какой продукции вам будут платить деньги ответ за oriflame поэтому постепенно переходите на oriflame я вам сейчас не говорю что нужно зайти в ванную комнату взять вырезать все что там есть не oriflame выбросить нет ни в коем случае это деньги это опять же деньги так делать нельзя но закончился ваш шампунь фирмы x купите себе следующий шампунь в oriflame нужна вам новая губная помада купите ее себе в oriflame поверьте мне вы будете скоро фанатами нашей продукции потому что продукция действительно восхитительно второе правило дарите подарки только продукции компании oriflame идете вы на день рождения какая разница что вы купите человеку ну в плане чего я имею ввиду у вас есть деньги для того чтобы купить подарок выберите подарок в каталоге это тоже будет замечательный подарок я думаю что девушка будет рада какой-то новой допустим интересной туалетной воде также как если вы ей подарите цветок в горшке так если она рада и тому и другому подарить его и туалетную воду могу сказать по себе что все мои праздники это подарки от компании oriflame и мои друзья уже знают что если они меня пригласили в гости значит однозначно будет oriflame и некоторые даже заказывают говорят слушай а туалетную воду новую не покупаю жду когда ты ко мне на день рождения придешь отлично я уже даже знаю что человеку хочется туалетной воды так что подарки только продукции компании oriflame два вот этих простых правила очень сильно изменят ваш личный балл поверьте мне ну а теперь более существенные рекомендации скажите пожалуйста я хочу вас спросить если мы берем семью которой ну вообще нет денег ну ну как бы знаете так ну не совсем нищие ну со средним достатком да то есть люди которые вроде что-то могут себе позволить но шикануть не могут скажите пожалуйста какое количество баллов в месяц эти люди заказывают по вашему мнению заказывают продукцию знаете это на чем я вывела цифру 17 баллов вы можете со мной не согласиться из чего откуда я это взяла вот именно 17 баллов я проанализировала и когда я человеку говорю сделайте свой первый заказ выберите что-то для себя человек тут же выбирает на где-то 15-20 баллов и в итоге то я взяла среднюю цифру это 17 но я вот вижу что люди пишут 30 40 50 20 ну то есть я с 17 баллами то на самом деле угадала правда же то есть вы со мной согласны и представьте себе вы берете себе на 17 баллов дальше ну к примеру мы сейчас в основной массе здесь семейные люди да то есть вот вы супруг там ребенок например да скажите пожалуйста а у вас наверняка есть родители вот лично у вас есть же родители девочки а родителям представляете тоже на 17 баллов нужно это как минимум и у супруга наверняка есть родители девочки то есть мы не берем сейчас крайние варианты да что нет родителей что то такое мы берем среднюю статистику им тоже нужно по 17 баллов поговорите с родителями скажите но я понимаю что возможно вы родителям будет отдавать по своей цене и это нормально то есть вы не будете зарабатывать на разнице в цене и это может быть даже очень правильно вот но это позволит вам собрать дополнительные 34 балла совместив поход к маме до с тем что привести ей продукцию маме приятно и и и вам баллы поговорите с ними они же ваши родители они наверняка вам не откажут дальше у каждого человека есть хотя бы одна подружка предположим на вашу всю семью у вас одна подружка но нет вашего мужа друзей все после свадьбы он со всеми друзьями распрощался осталась у вас одна нормальная подруга нормальная подруга знакомых может быть много нормальная подруга это же девушка женщина которой ты звонишь и говоришь люся я зарегистрировалась в арифлейм и мне нужна твоя помощь теперь ты заказываешь у меня арифлейм хотя бы на 300 рублей в месяц вот если это нормальная подруга она скажет там катя всегда готова тащи каталог я говорю о нормальной подруге существует огромное количество наших знакомых которые начнут говорить вам что ну нет да мне дешевле там это 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 не друзья это просто знакомые что значит дешевле дешевле продукции компании арифлейм не существует в плане почему я сейчас так говорю я вам расскажу потом но на самом деле если человек я сталкивалась с такими вещами если человек вам говорит что он покупает 2,5 литра шампунь какая-нибудь крапива в магазине за 15 рублей ну тогда просто этому человеку нужна помощь потому что за 15 рублей ну просто не существует невозможно ничего положить нормального в шампунь то есть мы сейчас с вами говорим о нормальной хорошей подружки веселой жизнерадостной позитивной которая знаете вот еще есть у них такой критерий у таких друзей ты точно знаешь что если ты позвонишь и скажешь слушай мне нужна твоя помощь приезжай скорее она все бросит и приедет такой друг у человека как правило есть один мальчик это или девочка неважно важно что это третий человек который тоже вот так просто легко прямо сейчас сразу вам закажет на 17 бонус баллов давайте двигаться дальше как мы с вами договорились наши родители это люди которые нас очень любят готовы нам всячески помогать и я думаю что если вы обратитесь с просьбой к своим родим сказать слушай мам ну чаще на это мама реагирует да мам слушай ну давай мы еще каталог твоей какой-нибудь одной подружки подарим у нее же тоже есть подружка вот это одна которой она может позвонить и сказать там подруженцы я я сейчас к тебе приду вот каталог моя дочь занялась арифлейм давай-ка мы тебе что-нибудь выберем шампунь закончился мылка давай мы тебе сейчас все выберем то есть у ваших родителей есть тоже хотя бы по одной подружке обратите внимание получилось что мы сейчас с вами поговорили о очень близких нам людях это ваши родители ваша лучшая подруга и лучшие подруги ваших мам получилось 6 человек вместе с вами если каждый хотя бы по 17 бонус баллов это уже 104 бонус балла ребята 100 бонус баллов делать легко надо просто научиться думать я вам сейчас подсказываю как надо думать и у меня к вам вопрос вы мне на него уже ответили да а ведь на самом деле это не 17 баллов вот когда я задала вопрос многие из вас ответили в среднем вы мне написали это 20 22 балла средне действительно я с вами соглашусь это не 17 баллов давайте попробуем над этим тоже подумать давайте подумаем вот семья мама папа да шампунь кондиционер ежемесячно покупается да ну плюс минус там 8 баллов жидкое мыло зубная паста дезодорант крем для всех мест то есть вот давайте возьмем крем уж не будем брать крем для рук крем для лица крем для ног да допустим ну люди вообще ну не просвещенные денег вообще лишних нет это будет один тюбик крема для всех мест елена епифанцева задает вопрос а если родители живут в другом городе почтой дорого хороший вопрос лен если родители живут в другом городе и они спокойно могут делать заказ сами то что им нужно на ваш номер личный да если на этом номере будут деньги и не смогут этими деньгами воспользоваться но вы можете сказать мама папа у нас есть возможность у меня скажите есть возможность я вам ее предоставлю чтобы вы брали напрямую от производителя по ценам производителя чистенькая свеженькая и будут заказывать приведу пример мы так мама моего супруга она живет совершенно в другом городе она кстати не в ладах с компьютером она мне звонит и говорит Катя записывай что мне и моей подружке надо как правило это пенсионеры девочки мои и живет мужа мама одна подружка тоже одна и каждый месяц это минимум 50 баллов ну потому что нужно понимаете то есть я ее тоже научила дорогая моя ты теперь на празднике и на день рождения к своим пенсионным подружкам ходишь с продукцией компании арифлейм и поэтому 50 баллов вот эти две женщины пенсионерки нам обеспечивают и они делают заказ диктуют мне я делаю заказ на номер супруга и отправляю в их город они приходят смотрите в СПО они приходят в СПО с чеком об оплате и им отдают заказ естественно мы предварительно позвонили в СПО и сказали так-то так-то придет наша мама ну это понятно что если мама и сын одна фамилия очень легко определить да но в любом случае вот мне девочки кто в СПО работают Мария Палавда не дадут соврать что адекватно к этому относятся что это нормальное явление так что если ваши мамы живут в других городах или ваша лучшая подруга живет в другом городе это вообще не проблема в сервисном центре также отдадут заказ главное чтоб чек был об оплате дальше мобильные пункты выдачи также отдадут заказ а в постаматах вообще им все равно кто пришел за заказом в постамате вообще ничего не видно главное чтоб ты код знал заказа значит мужу надо это просто вы наверное обслуживались в СПО вот в СПО наверное Елена Елена пишет что мужу с трудом заказ мой отдали сказали что без доверенности больше не дадут такое очень редко бывает вообще первый раз слышу на самом деле если это касается СПО то им возвращать заказ обратно это такая головная боль им проще его отдать это во первых во вторых если вы лично звоните и предупреждаете я думаю проблем не будет Маша поделись пожалуйста будут проблемы если родители придут да да мне тоже кажется что это просто вредничали то есть из категориях вы не у нас зарегистрированы сейчас мы вам тут будем по правилам все вот Маша видите отвечает спокойно на них реагируете вообще если вы приходите в СПО делать заказ а вам там начинают какие-то козни строить спокойно пожалейте людей но так у них все плохо рекрутировать они не умеют людей у них нет поэтому не нужна никакая доверенность вообще вообще если брать по правилам прям уж совсем копать правила тогда нужна человек должен оформить доверенность но оформлять доверенность надо в присутствии двух людей вы сделать в разных городах это не сможете доверенность нужна только в том случае если вы претендуете на деньги на номере приведу пример на вашем номере компания вам начислила тысячу рублей вы делаете заказ с отправкой в СПО города где проживает ваша мама мама приходит а вы сделали заказ например там на две тысячи рублей да мама приходит и говорит я оплачу полностью две тысячи ну с оплаченным чеком полностью за заказ две тысячи рублей приходит они должны отдать этот заказ а вот если мама придет и скажет не важно дочь вы или нет и скажет я хочу забрать заказ вот я оплатила тысячу а вторая тысяча оплатилась за мой заказ за счет тех денег которые лежали у дочери на номере вот так нельзя вот для этого нужна доверенность в сервисном центре оформить доверенность очень легко вы туда приходите тот на кого оформляют и тот чей номер и за 20 рублей оформляете доверенность но еще раз повторяю доверенность имеет значение только в ситуации если тот человек претендует на ваши деньги а если ваши родители будут оплачивать полностью никакая доверенность не нужна вот чек вот я с моим паспортом записывайте мои паспортные данные не может дочь прийти за заказом к примеру да я поверьте отправлять назад это намного сложнее чем просто выдать такой заказ мы это очень часто практикуем очень часто и я хочу вам сказать что мама моего мужа даже пользуется скидкой на номере мужа мы позвонили в СПО объяснили ситуацию люди пошли по большому счету им в СПО вообще все равно им за то что вы забрали свой заказ заплатили процент если вы его не заберете это они заказ сложили теперь они должны оформить претензию отправить назад и не получить за это ни одного процента понимаете им проще вам его отдать потому что им за это заплатят просто вредничают да вредничают ну договаривайтесь звоните объясняйте ситуацию что это моя мама и так далее и так далее так ну если еще будут вопросы задавайте а мы с вами двигаемся дальше итак шампунь кондиционер 8 бонус баллов мы с вами здесь посчитали в общем здесь на 20 ну то есть плюс минус там да можно жидкое мыло 1 2 каталога что-то такое вот ваши 17 баллов 20 бонус баллов покупается ежекаталожно дальше туалетная вода губная помада зубная щетка это меняется раз в 3 месяца в среднем то есть это еще добавляются 9 баллов как бы ежекаталожно это мы не берем что человек какие-то подарки делал это разговор о малообеспеченной семье людей которых прям каждая копеечка тыкачку в притыкачку то есть смотрите 29 бонус баллов делают вы и ваши близкие это 174 балла оказывается друзья не 100 баллов легко делать а 170 баллов легко делать надо просто договариваться с людьми договариваться с ними общаться для того чтобы легче было общаться со своими знакомыми я вам сейчас хочу еще привести один пример вот это вот выражение я у вас тут шампунь стоит 400 миллилитров там 99 рублей ну или там пусть 250 миллилитров а я вот пойду сейчас в магазине и куплю за 25 такой же объем тут пожалуйста объясните своим родственникам что производитель произвел тот шампунь который ты хочешь купить в магазине и прежде чем он попал в магазин он прошел через ряд посредников это увеличило стоимость продукции в разы то есть даже если это увеличило в 3 раза и она пошла там и купилась за 30 рублей то реальная стоимость этого шампуня хорошо если 10 и задайте пожалуйста вопрос своему родственнику или подруге что в шампунь можно положить за 10 рублей ты себя вообще любишь тебе вообще не все равно что какую химию тебе ты наносишь на собственные волосы продукция компании арифлейм совершенно ну как бы другого качества она высоченного качества и те деньги которые мы платим за продукцию это практически цена производителя то есть вот как то вот так на пальцах объясните человеку что то что продается в магазине это с миллионной накруткой я всегда привожу такой пример губная помада вот они допустим видят у нас там губную помаду есть там у нас за 100 за 120 рублей да по рублям я губную помаду куплю себе за 30 рублей на рынке боже мой 30 рублей прежде чем она попала на рынок она прошла через ряд посредников раздели эту сумму хотя бы на 3 вообще в идеале это где-то на 5 и на 10 надо делить ну ладно хотя бы на 3 это 10 рублей что можно положить в помаду за 10 рублей если в эти 10 рублей включаются сборка помады упаковка помады понимаете то есть там реально на самом вот этот стержень который мы наносим на губы если просто говорим про это стержень то он будет стоить 2 рубля что можно за 2 рубля то есть что мы то носим на свои губы если просто вазелин стоит дороже чем 2 рубля это очень важно понимать вам самим и доносить это до людей то есть в компании вы приобретаете вы ваши друзья то есть им так говорите вы приобретаете высоченное качество я вам хочу сказать вот я сейчас открываю каталог значит на последней странице у нас здесь есть крем для рук значит 60 рублей если бы это стоил это супер супер скидка если бы он стоил в магазине это бы стоил ну если бы был в магазине прошел бы через ряд по среднему это было рублей бы 300 вы представляете себе каким кремом только за 60 рублей вы можете мазать свои ручки крем такой же точно такой же стоит в магазине за 300 такого же качества да это люди не понимают да людям надо это доносить так доносите общайтесь это ваши друзья это ваши близкие вы же хотите своим близким добра вы же хотите чтобы они пользовались чем то более менее нормальным то есть общайтесь с людьми доносите до людей информацию и еще один момент который я бы хотела вам рассказать но он подходит только для людей которые сюда пришли не на каталоги зарабатывать а пришли действительно строить структуры строить бизнес понятно что родителям вы отдаете по своей цене как можно договориться с друзьями с друзьями можно договориться так Маша привет Маша я работаю в oriflame и хочу и приглашаю тебя работать со мной Маша конечно же вам говорит что вы ненормальные она никуда не пойдет отлично говорит тогда Маша ты мне скажи подруга подруга тогда давай с тобой договоримся так я ежекаталожно то есть раз в 3 недели доставляю тебе новый свежий каталог компании oriflame консультирую тебя по всем вопросам которые у тебя возникают доставляю тебе в срок продукцию которую тебе нужно по цене каталога но ты заказываешь у меня на 300 рублей в месяц в каталог 300 рублей небольшая сумма если вдруг это оказывается не ваша хорошая очень хорошая подруга то в принципе некоторые рекомендуют можно договариваться и отдавать и по дистрибьюторской цене но я вам все таки рекомендую не совсем по дистрибьюторской цене скажите будет на 10 процентов дешевле цены каталога хотя бы так чтобы вы покрыли расходы на приезд к Маше чтобы вы покрыли расходы за то что вы заплатили за доставку то есть не отдавать уж совсем по дистрибьюторской цене скажите со скидкой 10 процентов но ты ежекаталожно приобретаешь у меня на 300 рублей вот и все так тоже можно работать если вы настроены на результат вот у меня на сегодня все про то как легко сделать 100 бонус баллов какие у вас вопросы допустим на этот скидку